Здравствуйте! На телеканале Новый Век программа Вызов 112 в студии Эльвир Фазлива. И сегодня мы расскажем о падении человека из окна второго этажа одного из домов на улице Баумана. Говорят, что там еще все в крови, просто все. Что произошло в квартире, сейчас выясняют правоохранительные органы. Нетрезвая женщина получила травму головы, выходя из подъезда дома на улице Чуйкова. И смерть мужчины в номере банного комплекса. А также хроника дорожных происшествий по всей республике. Вы это признаете? Нет. Нет. А почему? Почему? Это и не только. Прямо сейчас. Прямо на глазах множество очевидцев. В самом центре Казани, практически под стенами Кремля, из окна второго этажа одного из домов на улице Баумана, ночью выпал окровавленный, обнаженный молодой человек. Он был в сознании, разговаривал и даже пытался встать, но сделать это ему не дали. Помимо травм от падения, у него были несколько ножевых ранений. Отдыхающие были уверены, его выкинули из окна. Когда прибыли медики, пострадавший был жив, но скончался по пути в больницу. Нет, его сбросили. Очевидцы уверены, молодой человек сам упасть не мог. Прохожих на улице Баумана было много и люди видели, как он упал. Он упал на козырек головой и потом туда пошмел. У них там то ли шторка, то ли что было. Видно было, что он без сознания, потому что он не сопротивлялся даже. Все, как куклу просто скинули и все. Он упал практически перед ногами гостей из Башкирии. Приехали в Казань набраться впечатлений. Задачи считают перевыполнена. Он весь был в крови, просто обмазанный весь. Его как будто не один день били, не полчаса, а вот несколько дней его там вот фигачили просто. Говорят, что там еще все в крови, просто все. Волосы были просто, просто сочились. Молодому человеку тут же подбежали очевидцы. Говорят, он был жив и даже пытался встать. Он резко вот так вот дернулся. И вот сказали, чтобы он успокоился и лежал. Все. Помимо травм, характерных при падении, у молодого человека очевидцы заметили и три ножевых ранения грудной клетки. Считают, что получил он их перед падением. Его сточные. Он уже с ножевым ранением лежал здесь. Он в сознании в обе? Да, что-то было такое, он двигался. Прибывшие на место медики повезли пострадавшего в больницу. А стражи порядка попытались проникнуть в квартиру. Дверь никто не открывал. Проникли в квартиру через окно. Там все в крови, говорят. Все в крови, все, вся квартира в крови, говорят. Мент сам в шоке вышел. Сотрудники кафе, расположенного прямо под этой квартирой, за несколько минут до падения человека слышали сверху шум. Работу уже закончили, посетителей не было. И в тишине были слышны глухие удары. И крики были такие, приглушенные звуки как будто. Что-то бьется, слышно было. Соседи рассказали, в этой квартире живет большая семья. Но этим вечером дома был только самый младший, внук владельцев жилья. Здесь и семейная пара, и дочь у них, и это внук. Если это, я не знаю, кто это вообще. Что произошло в квартире, сейчас выясняют правоохранительные органы в ходе проверки. По предварительным данным, дверь в квартиру была закрыта изнутри. Все ключи были на месте. И после падения молодого человека в ней никого не было. Сам он скончался по пути в больницу. Рамиль Шайдулин, Константин Бушуев, вызов 112. 38-летний мужчина скончался в номере банного комплекса в Казанском поселке Новая Сосновка. Его родственникам о случившемся сообщили полицейские, прибывшие на место. Выяснилось, что номер они сняли с другом. Приехал туда сразу после работы. Товарища скончавшегося мужчины стражи порядка доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств. А родственникам приходилось только догадываться об обстоятельствах смерти. Ни хозяина, ни уборщи тут какая-то задрипана ушла. Никто ничего не говорит нам. Я говорю, он после операции, по-моему, недели две-три, как обычно, после операции, ему это уголяли, желчный пузырь. Может, выпил, может, не то выпил, может, что мало, откуда я знаю. Еще нельзя, скрытишь, нету чего. Просто скорая была, сердце остановилось, все, сказали, тромб оторвался. 43-летняя женщина разбила голову, упав в подъезде одного из домов на улице Чайкова в Казани. Скорую помощь вызвал ее сожитель, пришедший домой, увидев окровавленную возлюбленную. Вместе с медиками на место прибыли и правоохранительные органы. Врачи, осмотрев пострадавшую, приняли решение госпитализировать ее в больницу. Оценить свое состояние она не могла, находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полицейские же задержали сожителя женщины, чтобы прояснить все обстоятельства произошедшего. Установлено, что жительница Казани в состоянии опьянения, выходя из подъезда, упала и ударилась головой. Ее сожитель пояснил, что обнаружила лежачую женщину в крови. Сама пострадавшая подтвердила, что она выходила навстречу к своему сожителю и сама упала, так как была в состоянии опьянения. 36-летний пешеход скончался под колесами Реномастер в Верхнеуслонском районе. Недалеко от села Русская Макулова мужчина шел по проезжей части со своим приятелем. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Автоинспекторы установили, в какой-то момент он решил поймать попутку и его сбила иномарка. От полученных травм пострадавший скончался до приезда медиков. А в Рыбно-Слободском районе в аварии пострадали 4 человека. Недалеко от села Нижние Яки столкнулись две фуры и две легковушки. Как сообщили в госавтоинспекции, водитель КамАЗа не выбрал безопасную скорость и столкнулся с впереди едущим многотонником. Из прицепа МАЗа рассыпалось зерно, что и стало причиной заноса для Лады и Форда, которые затем столкнулись с большегрузами. Травмы получили два пассажира легковушек, а также водители Лады и КамАЗа. В Татарстане с начала года в авариях погибли 86 человек и 1458 пострадали. Две женщины-пассажирки микроавтобуса пострадали в результате аварии на улице Центральная в поселке Самочи. Там столкнулись пассажирская «Газель» и «Фольксваген Туарег». Они сидели, но в результате удара по инерции полетели вперед, ударились о поручни, а одна едва не вылетела в лобовое стекло. Благо скорость в плотном потоке была не такая большая, и травмы пострадавших оказались не такими серьезными, как могли бы быть. Как пассажирки получили травмы, водитель микроавтобуса не видел, смотрел вперед на дорогу. Поток в вечерний час пик на улице Центральная в Салмачах был плотный. Впереди машины вообще стояли. Но при этом не заметил, откуда перед ним появился «Фольксваген Туарег». Экстренное торможение не спасло от столкновения. В салоне автобуса, рассказывает, было человек пять. Две женщины, одной 51 год, другой 53, получили ушибы. Им вызвали скорую помощь. Медики, осмотрев пострадавших, на месте приняли решение о госпитализации. Из больницы их позже отпустили домой, на амбулаторное лечение. Да так, слегка, мелкие травмы, мелкие ушибы. Водитель «Фольксвагена», говорят, на контакт не шел и не рассказал, как и откуда он выехал. Так он, знаешь, как в Уене лезет. Водитель иномарки, говорит, ехал по дороге, в общем потоке. Ни по какой обочине двигаться даже не думал. И в произошедшем винит исключительно водителя микроавтобуса. Мы в потоке ехали, посмотрите информацию. Он где-то в облаках летал, и все, затормозил, уехал меня. С какой скоростью двигался автобус и сколько часов провел за рулем, его водитель установили быстро. Все параметры движения записал тахограф. Но видеорегистратора в салоне «Газели» не было. Подтвердить слова мужчины о движении миномарки по обочине нечем. Говорит, приобрести его хотел давно, но теперь сделает это точно. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, вызов 112. 44-летняя женщина пострадала в массовой аварии на улице Вишневского. Перед въездом на мост «Миллениум» в вечерний час пик столкнулись 4 автомобиля. Очевидцы уверены, в происшествии виноват водитель «Лады», но он сам свою вину отрицал. У нас по медленной скорости вот такая пробка была. Все по своей линии, но сзади сильный удар. Водитель «Хёнда Солярис» рассказал, двигался по улице Вишневского в сторону моста «Миллениум». Впереди ремонт проезжей части, и скорость потока была совсем небольшой. И тут сильный удар в заднюю часть иномарки толкнул его автомобиль вперед, на едущую «Митсубиси», которая, в свою очередь, отбросила на рынок «Аптюр». На головную боль после аварии стала жаловаться 44-летняя пассажирка «Хёнде». Она сидела на заднем сидении. Медики приняли решение о госпитализации. Травмы получили и пассажиры «Лады». У них были ссадины и кровоподтёки. Но к медикам они обращаться не стали. Ну, ребята с «Приору» начали вылазить. Их пятеро было там? Не больше? Не знаю, я не рассматривал. Я посмотрел, что нормально все вылезли и всё. А вину признал он? Не знаю, он говорит, что я остановился. Несмотря на то, что все остальные участники аварии были уверены в виновности водителя «Лады», он сам вину отрицал и попытался объяснить, почему, но не смог. Вы это признаёте? Нет. Нет. А почему? Почему? Нет, ну остановились, может, резко перед вами. Я понимаю, что... Он дает солярис, потому что резко тормозил. Теперь автоинспекторам предстоит установить все обстоятельства происшествия и определить виновника аварии. Ранья Абдрахманова на веса Минязова, Лисан Саитова. Вызов 112. Это всё, о чём успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-5050 или на мобильный 898-69-1212-1212. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин